Семейный скандал, оглушительная музыка ночью, собака, покусавшая прохожего или появившаяся вдруг НЛО. Все это и многое другое интересует участкового. Легендарного деревенского милиционера Анискина из фильма Михаила Жарова или героя Сергея Безрукова из сериала «Участок», наверное, помнят все. А вот как работают современные хранители нашего спокойствия, знает далеко не каждый. О человеке этой профессии в день участкового в нашем следующем сюжете. Как оказалось, работа современного участкового мало чем отличается от работы его киношного коллеги. Владимир Ляшев в этой должности уже 10 лет. Сейчас в его ведомстве 4 населенных пункта. Поселок Дворцы, Застепь, Ивановка, Пать, Лапочкино. И если настоящие детективные истории в этих краях редкость, то общественно-бытовые проблемы сплошь и рядом. Работа заключается в том, чтобы разрешать проблемы граждан, живущих на моем непосредственном участке. Конечно, категория лиц разная и разные проблемы. От самых легких до самых сложных. Каждый рабочий день Владимира Ляшева не обходится без осмотра своего участка. Сегодня полицейский проверяет семьи, находящиеся под особым контролем в поселке Ивановка. И первый адрес – семья скандалистов. Бурные выяснения отношений, как правило, здесь заканчиваются тем, что один из супругов призывает на помощь сотрудников полиции. Вот и приходится во всем разбираться участковому. А вы опять употребили спиртное? Нет! Ну и все, значит, везите себя нормально. Все, стекло вставили, все нормально. Вот вы показываете, что наша работа делается. Всего же таких проблемных адресов на территории Владимира Ляшева около 10. Правда, иногда происходят и неожиданные перемены, когда некогда состоявшие на учете граждане меняют свой образ жизни и даже сотрудничают со своим участковым. Пример тому – Наталья Мамонтова. Нормальный человек, всем интересуется, во всем разбирается. Работа участкового Ляшева – это подчас нелепые, гульодные, но вместе с тем и опасные для жизни ситуации. Так, прошлой зимой в поселке Застепь один ее нетрезвый житель с ножом в руках пытался ограбить магазин, натянув на лицо собственную шапку. Попытка не увенчалась успехом, а вот напугать продавщицу ему удалось. Горе вора быстро задержали. Без сомнения, сегодня редкий чекинец знает своего участкового. Но, может быть, это и к счастью. Ведь оценивать образ человека в погонах чаще всего приходится людям, чье поведение так или иначе отличается от нормального. Светлана Тулунова, Наталья Собейникова, Иван Селезнев. Время новостей.